Баскетбол по праву считается одним из самых популярных видов спорта, а в Щелкове история его развития напрямую связана с людьми, влюбивших в эту игру целые поколения мальчишек и девчонок. И сегодня она по-прежнему востребована благодаря тем традициям, которые заложили ветераны спорта, учителя и тренеры, посвятившие жизнь воспитанию молодого поколения. Виктор Михайлович Егоров один из тех, кто популяризировал баскетбол в Щелкове. Учитель физкультуры Щелковской школы номер 6 вместе с коллегами из других образовательных учреждений готовил команды, которые не раз завоевывали главные трофеи областных первенств. Благодаря таким людям в районе кипела спортивная жизнь. Собралась такая команда учителей, которые были фанатами своего дела. Когда я пришел работать, в основном работали ветераны войны, мужчины. Но пришли молодые, они начали тянуться за нами. И то же самое стали вести баскетбол. Ведь эта игра лучше с мячом давала такой навык в жизни, как развивала быстроту силы, выносливость, быстроту реакции, быстроту соображений. 34 года назад Виктора Михайловича не стало. С тех пор в память о любимом учителе, тренере, человеке, который был предан своему делу, в Щелкове начали проводить открытый турнир по баскетболу среди школьных команд. Влюбить в игру и работу наставника Виктору Михайловичу удалось и своего сына Александра Викторовича Егорова. Он продолжил дело отца в стенах того же образовательного учреждения, ныне Щелковской гимназии номер 6. Команда гимназии три года подряд становилась обладательницей Кубка турнира. Неожиданный уход Александра Викторовича стал потрясением для его близких, коллег и воспитанников. Так, этот турнир уже более 10 лет проводится в память о сыне и отце, развивавших лучшую игру с мячом и в целом спорт. Просто Виктор Михайлович был моим учителем. Саша играл тоже в баскетбол. Я вообще-то легкой атлетикой всегда занималась. Ребята мои занимались один футболом, другой плаванием. Но привили нам любовь к спорту. Естественно, Виктор Михайлович сначала мне, потом мужу. Муж, кстати, лыжником тоже был. И занимался профессионально. Но любовь именно через учителя. Спорт – это часть нашей жизни. Я занимался мини-футболом. 7 лет вроде бы отдал, если не ошибаюсь. Ну и баскетбол тоже участвовал. У нас что проходили в школе, любые игры за школу. У нас был и баскетбол, и футбол, и волейбол. Любой из спорта мы принимали участие, играли. Турнир проводится ежегодно. Исключением стали лишь два года. Из-за коронавируса баскетболисты не собирались на состязаниях. Но благодаря неравнодушным людям, преподавателям и ветеранам спорта, традиция проведения соревнований продолжилась. Турнир входит в перечень ежегодных спортивных мероприятий округа. Именно для нашего района, я считаю, и Виктор Михайлович, и Александр Викторович – это люди знаковые. Каждый в свое время. Потому что я считаю, что они были одними из лучших представителей своего поколения. Так коллеги и ученики долгие годы хранят память о тренерах-преподавателях. Передают ее молодежи. Это нужно большое желание. И любить свою профессию. Любить детей, любить спорт. На этот раз после перерыва в гимназию номер 6 за кубок приехали побороться 14 команд старшеклассников из разных школ округа. Парням предстояла игра на вылет. За всем происходящим следили судьи и преподаватели. В финал соревнований вышли 4 команды. За кубок будут бороться ребята из 2-й гимназии, 11-й школы имени Титова, 24-й имени Красовского и школы номер 3. Параллельно пройдут игры и среди команд девушек.